Дамы и господа, даю свет, даю просвещение, в массы мы сейчас проходим специальный мануальный массаж и вот мы уже всю спину отработали и переходим к шинам воротниковой зоне и голове но пока мы находимся в таком положении, когда у человека рука здесь лежит, мы ему только что лопатку сделали и по принципам эргономики не тратим в пустое время, а сразу говорим человеку клади, пожалуйста, руки под голову, пока он их укладывает, мы так чуть-чуть прикроем ему попу чтобы он чувствовал нашу заботу и сразу с этой же позиции начинаем разминать шею начинаем разминать от сосцевидного отростка по линии крепления мышц вот прям вот так вот, быстро-быстро-быстро пальчиками проходим всю шею и уводим вот туда лимфу под вот эти мышцы, видите, прям туда надо нырнуть, а вторая рука наплывает сверху раз, 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 теперь все мышцы вот с этой стороны, с этой стороны берем вместе подняли, растрясли и растянули в длину подняли, растрясли в длину, подняли, растрясли в длину, ну сколько у меня получилось? раз, два, три захвата, да? и теперь по очереди сначала с этой стороны разминаем эту мышцу вот она переходит сюда до ее место крепления здесь мы все движения на спине мы делали снизу вверх и тут мы начинаем все движения делать сверху вниз растянули и размяли пальцем достаточно жестко кто не хочет пальцем жестко давит этот болезненный будет можно ладонью в принципе любой рукой это не важно также с этой стороны размяли растянули вдоль также вот трение только трение теперь мы делаем не так ладони инвертируем так про круглый порядок очень удобно вот таким способом работают практически перепонки между большим указательным пальцем опять сверху вниз здесь и здесь и в этот момент мы переходим вокруг тела человека и встаем в позу ну в карате называется кибодачи или поздно наездника да чтобы достаточно маневрировать может принять вес сюда так обрабатывать да можем подняться можно опуститься и теперь той же перепонкой мы не разминаем а растиранием то есть должен быть слышен звук шелеста все от головы вниз гоним лимфу палец зацепился за ямочку между камерным отростком и ключицей и с той стороны большой палец вот обхватывает ключицу да вот она украина просто потом квадратиком идет да и от него мы как бы отжимаем мышцы плеча вот отжимаем одновременно с двух сторон их рисуем так называемые крылья купидона обходим все лопатки того перышки такие дорисуем обходим все лопатки и возвращаемся вот сюда натянули трапецию на себя руки сразу превратились в кулак и кулак растягивает трапецию теперь в сторону те люди у которых холка да вот им как раз на вот это место обрабатывать достаточно жестко прям кулаком так вот прямо рядом с астистными отростками если он до этого говорил что по астистам отростка мы костяшками не ведем да и локтем не касаясь потому что это больно то вот только здесь можно можно косточками пластистным отросткам можно пробить это место тем у кого холка да прямо жестко это место разрабатываем но останавливаться в как бы в нашей в нашем эталонном как вы ролики не будем да а мы доходим вот до пусть и лопатки пусть лопатки вот идет до расширяем и раздвигая до в сторону вот растянули растянули теперь уголок лопатки оказался здесь мы его обходим чтобы по нему больно не было да и тут раздвигаем руки вот так вот в итоге получилось что мы нарисовали еврейский канделябр миноры называется да вот это основание основания стержень и вот пошли подсвечники уперлись в тазовые кости и растянули хоть по очереди именно предупреждаю да не мякоть а кость кость по кости больно да поэтому немножко отвалит делаем вот из кожи да чуть повыше вот мы растянули по очереди стороны второй проход также делаем еврейский канделябр только у нас уже с вот такой вот движением как будто бы бронинтерспортер спускается с горочки уперся в тазовой кости и затормозил забуксовал самом деле мы толкаем декомпрессируя таз в ту сторону вниз помните точку камня преткновения от базиса мы все все стрессу ниже толкаем туда прям от нас и третий проход основание нарисовали стержень по 4 скажу стороны подсвечника а на самом деле должно быть 9 мы рисуем 9 подсвечник большими пальчиками вокруг остистых отростков упираемся в мышцы пояснично подвздошную до сочинения да и большим пальцем как бы зажигаем свечи вот все свечи зажгли остается на ягодицах плавно раскачиваем таз уходит по диагонали вот так вот в остистый отросток упирается тут верхний уголок гребно подвздошной кости вот по диагонали эти растянули поменяли руки и вот так вот несколько раз диагональное растягивание далее художник всю эту картину стирает теперь можно несколько раз может он один раз всю картину который мы нарисовали стираем смахивая отрицательную энергетику с локотков до отрицательная энергия она обычно накапливается на острых как бы поверхностях но если это угол комнаты то она туда стремится если это выпирающий уголок да то она из него исходит поэтому с локтей и смахиваем стряхиваем и за на своих пальчиков так встряхнули и дальше переходим к цвету номер два а сейчас мы отработаем на практике пожалуйста